Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». В редакцию портала поступил вопрос следующего характера. «Жизнь — это благо или это скорбь?» Сразу вспомнилось послание первого апостола Павла к Коринфянам, где он обращается к ним со следующими словами, с иронией. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас мы благословляем, гонят нас мы терпим, хулят нас мы молим. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираем и до ныне». Не раз апостол Павел обращает внимание на то, что прийти к спасению, минуя крест, невозможно. Потому что наш пастыреначальник, наш путеводитель, Господь Иисус Христос, сам претерпел поношение и смерть. Сам был неприятен для мира. Если бы мы были от мира, то мир бы любил свое. А так как мы не от мира, то мир ненавидит нас. Так говорит Господь своим последователям. Так вот, на самом деле жизнь сочетает в себе и радостные, и горестные моменты. Об этом говорится также в книге Клесиаста. Много будет дней темных, поэтому необходимо научиться радоваться тому, что есть. Научиться радоваться, когда эта радость есть. Поэтому жизнь и прекрасна тем, что она и радостна, и печальна. Именно в свете печальных событий, именно в свете скорбей мы особенно остро чувствуем радость. Наверняка никому бы из нас не хотелось жить во времени в мире, который был бы одного цвета. Который был бы, если образно сказать, с розовыми облаками, розовыми единорогами, со сладкими реками, с бесконечным, каким-то таким прекрасным, утопическим стилем существования. В контексте времени жизнь такая, показалось бы, нам неинтересной. А вот в безвременном пространстве, в которое мы с вами чаем войти по воскресенье из мертвых, конечно, такое существование будет радостью и счастьем. Потому что Бог бесконечен, Бог может нас насытить, Бог может нас напитать этой радостью. А там, в отсутствии времени и в отсутствии смерти, болезни и печали, мы сможем насладиться этой радостью. Но и здесь не нужно о ней забывать. Субтитры создавал DimaTorzok